Всем привет! С вами Юра Кураш и мы продолжаем проходить Wasteland 2. Как вы помните, в прошлый раз мы обзавелись оружием и осмотрели разграбленный хайпл. И оказалось, что если ткнуть на вот этой вышке, нам дадут радиоантенну, которая, видимо, пригодится где-то в квесте. А, ну всё, она перестала быть зелёной, я просто хотел начать жаловаться, что это хороший способ заставить игроков бегать туда-сюда. Но подозреваю, что с ростом уровня персонажей это уже не будет таким прям решающим фактором. То есть какие-то бандиты, если и встретятся, то они улетят нафиг от одного нашего выстрела. Ну, как только что происходило, в принципе, здесь. И, собственно говоря, поскольку в прошлый раз я не имел никакого представления по поводу того, куда мы направим наши стопы, в этот раз у меня есть совершенно чёткая идея. И идея эта заключается в том, что мы не подорвёмся на минах для начала. В качестве идей это очень даже неплохое начало. Так вот, идея заключается в том, что здесь рядом есть лагерь товарищей крушителей, и коли нас все местные обвиняют в том, что мы безучастны к победам населения и вообще... Правильно же я иду на выход? То мы, наверное, навестим этих товарищей и скажем, что тиранить окрестные города и сёлы, наверное, не стоит. Ну, или о чём-нибудь с ним договоримся. Как пойдёт. Так. А, вот он и оплот крушителей. Да, давайте сходим туда, наверное. И побежим туда быстро. Тут радиация и всё такое. О, я уже подумал, что это сообщение означает, что мы не смогли убежать. Ну и вот он, оплот крушителей. Пошли. Так, игра дружелюбно сохраняется, а мы с вами пытаемся изучить немножко местность. Судя по всему, они не выглядят очень дружелюбными, и у нас нет опции с ними поговорить. А раз разговор сразу не загладился, то, пожалуй, мы, бойко, перейдём к насилию. Далеко. Для насилия далековато. Ладно, давайте подойдём чуть поближе. Животные, они понятия не имеют, какой технологией пользуются. Ну, Роза подтверждает наши опасения, что крушители... Во. Отлично. Мы сходу, ребята, избавили от снайпера. Ну, потому что снайперы вражеские немножко раздражают. И попытаемся занять какую-то плюс-минус боевую позицию. Насколько нам это удастся. О, неплохо. Ну, и новые винтовки себя полностью оправдывают и окупают. Чуваки, конечно, бросаются в атаку с диким кличем. Если бы я, допустим, видел, как мы его товарища только что превратили в месиво, я бы кричал что-нибудь более матерное. Ну, видимо, они совсем какие-то дикие чуваки. И... Роза-роза. И вот тут такая мысль, что, несмотря на то, что мы даже слику купили новую пушку и вообще дали ему хорошую броню, всё равно слик как-то стоит у нас позади. Может быть, вообще не стоило изначально заморачиваться с оружием ближнего боя. Оу. Но уже, наверное, для этого поздновато. О, Анжела дед. Могла в чувачка попасть. Молодчина. И я так подозреваю, что вот эти риски означают примерно 20 хитпоинтов. Но имеется в виду на врагах. Э... Чего? А, у нас не хватило действия. Отлично. Что ж... Блин, эта бочка нас не прикроет. А вот здесь... А, всё-таки прикроет. А, правда, слик оказывается прям... Посредине... Просто чистого поля. Роза. Роза, роза. Ладно, давайте розу отведём. О, давай, слик, покажи класс. Вот. Наконец-то наш затаившийся тигр нанёс успешный удар. Пять. Выделил. Смотрите-ка. Получай, говнюк. Он не получил, представьте себе. Во, получил. Ну и да. Какое-то время я так надеюсь, подозреваю, мечтаю, что враги будут довольно-таки хлипкими. И у нас лишних проблем с ними не будет. Ну, собственно говоря, здесь чувак... Я, кстати, в упор не вижу, что у него. Ох, как хорошо. Но зато сейчас увидит, что у него колдай. Шикарно. Просто шикарно. Мы получаем 200 опыта, что, честно говоря, пока к местной системе опыта ещё не пристрелялся. Что, возможно, много, а, возможно, и не очень. Скажем так. А, так. Лом. Здесь какая-то... Ммм, кстати, а у Анжелы Дэд не похожа вещь? Во, это Анжелы Дэд. Это, наверное, медведица. Ну, немножко прогредили пушку и Анжелия. Потому что её вот этот вот карабин, ну, совсем позор-позор. И, заметьте, мы даже не забыли перезарядить оружие. Ммм, и нам дают снайперку, но, опять же... Колдай уже по самые зубы вооружён своей. Оп. И упаковщик пороха начинает нам приносить какие-то плюшки. Ну, и дружбан Слик со своей чудо-лопатой имеет шанс покопать, наконец-то. Стеклянный глаз. В игре их, кстати, как-то поразительно много. Пара аптеченек. И сейв. Блин. Ладно. Роза. Давай ты не взорвёшься. Давай ты не... Роза взорвалась. Ладно. Осматривать его смысла ещё раз нет. Ну, я надеюсь, что, хотя бы получив вот эти 13 урона, она поймёт свою ошибку. О! Так. Я чувствую, что... Блин. У меня что-то начинает крадываться подозрение, что в игре всё же больше патронов, чем все думали. Эта статуя выглядит так, будто может выполнить жим лёжа. Ну, одно очко навыка. Колевные очки навыка не помешают. А, и у снайпера мы отобрали с трупика. Нет, смотрите, мы не осмотрели труп вот этого дозорного. Чем был богат этот дядька? Не надо всем лезть, ребята, куда вы толпитесь? Ух ты! Ну, давайте, конечно, возьмём. Не знаю, пригодится ли оно нам на практике, потому что... Мне кажется, гораздо интереснее уклониться от вражеского выстрела и пострелять ещё разочек. Ну, остаться в живых, имеется в виду. Чем попасть по врагу? Хотя, может быть, проще убить врага. Но... Пока что колдай стреляет крайне метко. Немножко патронов, чеков и всякая хрень. Окей. Что ж... Я думаю, на этом ребятки догадаются, что... Плохо тиранить окрестные города и сёла. И перестанут это делать. Ну, по крайней мере, особенно если мы перебили их всех. Ну, и в прошлый раз нам несколько раз непрозрачно намекнули, что наш путь лежит в тюрьму. В общем, раз нам не дают особого выбора, то выбора у нас и нет. Наверное, это фраза из разряда гениальных. Может быть, даже кличко её мог бы произнести в какой-то момент. Да, пошли в тюрьму. Что у нас тут? Пустая дорога тянется вдаль. Сухой ветер швыряет вам в спину песок десятилетий напрасных надежд и мечтаний. Из электронного динамика доносятся. Данное сообщение записано корпорацией ОКС Enterprises. Эти знаки рассказывают о давно несуществующих местах. Ну, и динамик там какой-то про пагодиску и чушь кричит. Ой. Давайте сначала осмотрим трупаны. Прошюра «Веселая долина». О, дневник ферма, часть 1. Так, а что это такое? И с чем его едят? Похоже, что это дневник пожилого местного фервера. Он велся долгие годы. Некоторые страницы написаны неразборчивыми каракулями, других просто не хватает, или они настолько испачканы, что их невозможно прочесть. Но если полистать, то можно найти вполне читабельные участки текста. Козёл, заткнись. Выручил хорошую цену за кукурузу сегодня. Рейнджеры вовсю набирают людей, и неудивительно, что им нужно больше еды, чем обычно. Пришлось немало поторговаться с этим стариком-квартирмейстером, но я выручил хороший кушлома, и даже несколько новых инструментов. Взглянул на новобранцев. Хотя там и не на что было смотреть. Надеюсь, они их приведут в норму. Некоторые из этих... из их нудных обязанностей я знаю. Будут охранять наши фермы. Пусть стараются лучше. Тебби и я отмечали 5 лет с того дня, как мы въехали в новый дом. Лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Почва здесь жёстче, а звери свирепий. Но я не думаю, что когда-либо мог оценить в полном мире, что значит жить в мире. Я просыпаюсь без страха напороться на рейдеров у порога. Даже спустя 5 лет, это всё ещё странное чувство. Этот молодой стрелок, приписанный нас охранять, настаивает на том, чтобы мы называли его каким-то глупым прозвищем. Мне это выводит из себя, но жена к нему снисходительна. Возится с ним, как с одним из наших мальчиков. Ну, всё честно. Он нам даже помогает на ферме, когда у неё находится время. Застреленный чувак в углу и чувак, который рассказывает, что ревновал стрелка к жене. Мне кажется, это ведёт к каким-то выводам. Ну, так я не настаиваю, но подозрения есть. Ну, и на дороге стоит Фред Дарвис. О, трындец этот козел орёт. Лицо у старика похоже на гуску дикобраза. Во рту у него всего три зуба и вся они цвета соплей. Рейнджер возвращается в тюрьму. Прям мир перевернулся. Опять. Зачем вы здесь? Хотите, наконец-то, помочь или просто поторговать? Чем мы можем помочь? Помочь мне или городу? Если хотите помочь городу, то поздновато уже. С тех пор, как ополчение красных скорпионов заняло ваш старый штаб в тюрьме, они обокрали, сожгли, изнасиловали в долине всё, что можно. Серьёзно, вообще всё. Мобильный козёл неделю в Ростопырку ходил. Я бы отсюда выбрался, на повозку-то моя застряла в канаве. Что это за жизнь такая? Если хотите помочь мне, то прекращайте болтать и начинайте толкать. Они изнасиловали козла. Боже, бедняга. Оп. Чудесно. Спасибо, рейнджеры. А интересно... О! Дрессировщик. А у нас были какие-то эти собачки бесполезные. Которые мы все успели продать, да? Ну, увы, ах, судя по всему, козла утешить мы не сможем. Хотя ситуация весёлая. Чем могу помочь? Разве для козлов нормально так кричать? Звучит и правда ужасно. Я думал, а то он у местных нахватался. Тут ведь часто кричат. Есть у тебя что-нибудь на продажу? А, броники с броней три. Во-первых, мы продадим хлам. Ну, и броники-то мы у него заберём. Мм. Пистолеты. Интересно, эти сигареты как-нибудь пригодятся потом? Вгоревшая книга. Но мы всякую шляпу продали. Так, это у Розы старый револьвер. Который мы ей до сих пор в руки не дали. Пу-пу-пу-пу-пум. Давайте посмотрим, что у всех. Это старый мушкет. Старая снайперка ненужная. Доска с гвоздями нет. Гранаты пока прибережём. Перчатанька. И всякую одежду тоже мы, наверное, скинем. А, как он кричит. Лады. Ты, похоже, много путешествовал. Видел в пустошах что-нибудь примечательное? Видел. Как тут всё накрылось медным тазом, когда вы ушли? Раз уж ты спрашиваешь. Что ещё? Однажды за мной гналось огромное красное червеподобное нечто. У него из пасти капала кислота. Там сильно облучало, так что бежать было некуда. Оно схватило одного из моих козлов, проглотило за два укуса, но не остановилось. Я уж думал, мне хана, стану дважды пищей для червей. А потом синяя женщина, ага, синим светилась, начала кричать с облаков радиации и вопить на червя. Я бежал, что было сил и не оглядывался. Надеюсь, это ангел в женском обличье выжил. О, вот это место, что ли. Ну, куда я по пути сюда попал. Отдалённое, очень мирное. Пивовар мой почти неделю потом не орал, когда мы туда добрались. Блин, как обычный козёл, а не угрожающе злобное. Хорошо тогда было. Дайте мне взглянуть на вашу карту. Ммм, цветилище. Цветилище это халявный экспант. Отлично. Что не знаешь о Дамонте? Об этом лучше спрашивать Реда. Это он вечно талдычит Дамонте то, Дамонте это. Особенно, когда выпьет. Ха, я бы и сам туда пошёл, будь у меня защитный костюм на козлика. У тебя есть на продажу противорадиационные костюмы? Нет, такого у меня нет. Если кто ими торгует, это Ред. Но учтите, он малый и резкий, не такой добрый, как я. Что ты можешь рассказать нам о тюрьме? Я бы на вашем месте держался от тюрьмы подальше. Там есть турели, они убьют вас на месте. Прекрасно. Что ты можешь рассказать нам о красных скорпионах? Называть их так, значит оскорблять скорпионов. Они все талдыщат, мол, мы здесь закон, но диктовать людям свои условия. Но диктуют, видимо, людям свои условия, а те, кто не слушается. А, убивать не очень похоже на закон, но насколько я помню. Где можно найти Реда? Ммм, это, видимо, какой-то правильный вопрос. Его магазин на вершине Козлиного холма. Идите на крики. Только берегитесь турелей, они вас на части порвут, если у вас нет пароля. Пароль особого клиента, так он его называет. Ты знаешь, этот пароль? Ммм, кажется, в прошлый раз это был особый, но он его часто меняет. До свидания. Удачи, рейнджеры. Держитесь подальше от тюрьма, а то орудия вас расстреляют. Ну, нам-то, видимо, туда и надо. Ммм, давайте сначала в город пройдем. На знаке сверху изображен красный скорпион и написано «Ад». Вы не в таких местах просыпались с головной болью и пустой бутылкой измениной выжимки. То, что раньше было центром оживленного города, теперь лежит в руинах. В окне автозаправки висит небольшая записка. Уехали в Дамонту. Роза говорит, какое запустение. Как дела, ребята? Добро пожаловать в магазин ОКС. Плесеющий мужчина. Средних лет с кустистыми усами и дружелюбной улыбкой. Но у него на изображении нет усов даже. Его передник чист и бел, как свежий снег. У него, черт возьми, черная куртка. Чем я могу вам помочь? Вам нужна помощь. Здесь, под одной крышей, есть все, что вам может понадобиться. Еда, вода, хостовары, одежда, фляги, да что угодно. Ну вы уж простите, ребята. Мы в нашем магазине принимаем только Скорпионий Скарб. Наличка и обмен запрещены. Если хотите что-то купить, приходите со Скарбом. Что такое Скорпионий Скарб? Это наша местная валюта. ОКС ее печатает. Местные работодатели платят ей своим работникам. А те тратят ее здесь. Пока что здесь только один работодатель. Джим Аувертер. На ферме Аувертера. Так что, если нужны Скорпиошки, придется поработать на него. А что такого особенного в ферме Аувертера? Это наша образцовая ферма. Я там беру все свои фрукты, овощи и мясо. Когда к власти придет ОКС, вся веселая долина будет такой же, что нам позавидуют пустоши. Что значит ОКС? Ммм. Моих нанимателей немного смущает их настоящее название. Большинство народа знает их как ополчение красных скорпионов, но здесь они предпочитают название ОКС Enterprises. Я думаю, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов. А что там с красными скорпионами? Раньше они были бандой. Очень злобной, жуткой. Но потом изменились. Решили стать чище и добрее. Веселая долина должна показать себе Аризоне, как будто обстоят везде дела, когда управлять начнет ОКС. Веселая долина, да уж. Что такое веселая долина? ОКС так назвало тюремный район. Я не уверен, со временем там будет веселее. Да уж. Вот так я смотрю весело. Если чуваки даже козла изнасиловали. Хаос, пустите меня. Ха, лежать мальчик. Пожалуйста, не надо, больше не буду, обещаю. Хочу убивать. Все, джентльмена, довольна. Она усвоила урок. Не так ли, Gladys? Да, мистер Ван Овербейк. А здесь такая бабушка с ружьем. Больше не повторится, мистер Ван Овербрейк. Да уж. Так. Знаете что? Вот теперь я спокоен. Чопорный человек небольшого роста в костюме, в тонкую полоску в очках с белой оправой. Плотно поджимает губы. Эй вы, а ну стоять. Пустынные рейнджеры, да? И оценщик Ван Овербрейк от имени ОКС, позвольте мне поприветствовать вас в веселой долине. Оставайтесь здесь сколько пожелаете, но учтите, что вам придется заплатить налоги, как и всем остальным. Скажите, сколько у вас оружия? Налоги? Не уверен. Вы понимаете, что содержание такого красивого места обходится недешево. Налоги идут на то, чтобы сделать веселую долину безопаснее и привлекательнее для всех. Надеюсь, вы уплатите их безоговорочно. Ты оценщик? Моя работа оценивать объем налогов, подлежащих уплате жителями и гостями нашего города, а взимать их работа хаоса. Что такое хаос? Хаос – выдающийся член ОКС и очень исполнительный работник. Что значит ОКС? Мы обнаружили, что население негативно реагирует на название ополчения красных скорпионов и решили сгладить углы. Ну то есть они провели ребрендинг, как Сбербанк. В принципе, как были банды, так и остались, да и Сбербанк тоже. Что у тебя за проблемы с Глэдис? Та еще хулиганка. Она плакала у магазина ОКС, потому что ей не хватило скарба на еду. А когда ее поймали, она не смогла уплатить налог на нарушение тишины. Мне жаль ее, честно, но закон есть закон. Мужу следовало бы научить ее манерам. У Глэдис есть муж? Гарри Нигер. Завовет себя потоком. Думает, что он и Глэдис заслужили особые отношения, раз мы покупаем у него броню. Но у нас демократия, закон един для всех. Что за налог на нарушение тишины? Налог на нарушение тишины вздымается со всех, кто производит на людях неприятный шум. Он ведет, чтобы поддерживать тишину и порядок. Что за магазин ОКС? Лучший выбор товаров во всей пустоши. ОКС делает все, чтобы у жителей Веселой Долины всегда был доступ к богатому ассортименту. Что такое скарб? Те жители Веселой Долины, у которых нет своих ферм, могут работать на ферме Джима Аувертера. Джим платит им скарбом, который можно тратить, как обычные деньги в магазине ОКС. Что такое Веселая Долина? Раньше это место было известно, как штаб-квартира рейнджеров, а до того, как тюрьма строгого режима штата Аризона. Сейчас же передовые умы ОКС Enterprises преобразовали его в роскошное, мирное, охраняемое сообщество для трудолюбивых поселенцев, желающих открыться от суровых условий пустоши и обрести уверенность в завтрашнем дне. Это по-вашему роскошь? Ну, признаю, еще многое предстоит сделать. Но если вы хотите увидеть, какой мы желаем сделать всю Веселую Долину, зайдите на ферму Джима Аувертера. Скоро все здесь будет именно таким. А что тебе за дело до нашего оружия? Желая сдержать насилие и чрезмерное распространение оружия, правящий совет ОКС ввел налог на оружие. Он составляет 100 кусков и уплачивается лично мне прямо на месте. Будете платить. И если мы ему не заплатим, нас просто к чертям расстреляют. Они довольно-таки крепкие, поэтому да. Спасибо, рейнджеры. Благодарим за понимание. И они уходят. Так, мы с хаосом вас на куски порвем. Да, хаос? Хаос уже ушел. Оп, хаос. Парни, подождите. Мне никогда особо не нравились рейнджеры. Но если эти дураки альтернатива... Что там сияло в уголочке? И вообще, что здесь есть? Оп. Ну, в принципе... Когда не знаешь дороги, то любая дорога неплоха. Особенно, когда можно немножко накопать патрошек. Так. Это здесь нас турели расстреляют? Не? Если ты меня слышишь, пожалуйста, вернись. Ага. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я не впечатлен. Так. Мы можем на один шаг отступить. Пригнуться. И всадить гаденышу пулю. А вот и М16. Все равно, наверное, есть смысл делать шажок в бок. И не попасть по своим. Я все еще... И пригнуться. Ну, давай, слип. Так вот, я все еще негодую от того момента, когда мы с лику в задницу всадили пулю. Ну, а вот в колдай я верю. И колдай, смотрите-ка, оправдывает мою веру. Мда. Мошонка-барсука. С крокодила. Окей. Использованные иглы. Вообще, отличные вещи мы находим. Просто бесподобные. Да, я надеюсь, никого не смущают частые сохранения. Потому что одно из них только что нам пригодилось. Я банально не знаю вообще, где мы, что мы и что здесь делать. Поэтому приходится иногда сохраняться. Да и плюс... Есть такой момент, что... Господи, эти женщины. Кто мог такое сделать? А что здесь? Это место нужно сжечь до основания. Ага. На этом ящике штамбы припаса. Собственность правительства США. Ящик пережил апокалипсис. Возможно, его содержимое тоже. Давайте проверим. Что здесь такое? Ну, судя по тому, что здесь... Всякие люди в загоне, а рядом кровать. И никто с нами говорить не хочет. Так. Да. Разговорить с нами не хотят. Но, мне кажется, после того намёка про изнасилованных козлов... А кто это? А, волк пустоши. Нет, с волками пустоши... Жить и поволчьи выть мы пока не хотим. Здесь есть какое-нибудь мирное место вообще? Что это за райский уголок? Ладно. Давайте поговорим вот с этими ребятами. И внезапно произошло нечто не очень приятное. Игра крашнулась. Рейнджеры взять их? Вот они. Успокойтесь, парни. А эти рейнджеры заплатили налоги. Пропустите их. Только будьте осторожны, рейнджеры. У меня работы много. И ёлки зелёные. Рации не работают. Кажется, я не смогу передать другим, что вы заплатили налоги. Вы можете им свободно проходить. Я бы на вашем месте не шёл. Но вы можете. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо. Окей. Следующий караул не такой добрый, как мы. Ты это учти, дебилушка. Славное место. Судя по мочей калу на стенах дежурства охранников, то длится чуть дольше, чем предусмотрено стандартными правилами профсоюза пустынных рейнджеров. Так. Поскольку при переходе у меня крашнулась игра. И как оказалось, дальше нам действительно пытаются навалять по шапке. Что, честно говоря, ни мне, ни кому совершенно не надо. А тот самый ред, который нам нужен, он находится в совершенно другом месте. Ну и мы отправимся к нему. Добро пожаловать, особый клиент Рэда. Введите код доступа. Особый. Строг действия кода истёк. Ага. Там две турельки. Я вот думаю, может мы незаметно попытаемся их расстрелять. Так. Нам бы колдай как-нибудь выставить так, чтобы он мог эти турельки наблюдать. Ага. Чуваки вроде бы враждебными не стали. Вот те. А турельки вроде бы не такие крепкие. Ух. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Может быть и крепкие. Медведица дотянется до нее? Ээээ. И нет. Тогда хотя бы пригневаемся. Ну-ка. Сто процентов. Ох. Ммм. Там сзади на нас никто не обиделся. О. 7,62 миллиметра. Это что-то новое. А, да. И собрать команду надо вместе. Ээээ. 12%. Ну. Я морально готов. Я хотел сказать, что с первого раза нам фиг повезет. И вот оно. Система приветствия особых клиентов отключена. Спасибо. Мне нравится, как все отбегают, когда что-то оказывается заперто. Потому что оно может быть еще и заменит. Равана. Ох. Прекрасно. Нам тут дали патрушек за наши труды. Чертова штука. Давай же, но. Давайте поговорим с Рэдом. Старый человек, похоже, сражается с куском металлолома. Вы что, сукины дети, мои турели взорвали? Вы хоть знаете, во сколько они мне обошлись? Что, нельзя было пароль особого клиента сказать, как все делают? Пытались. Не помогло. Правда? Интересно. Я ведь... Ой. Я его уже на прошлой неделе поменял. Виноват. Ну и что вам надо, вандалы? От честного бизнесмена. И что у тебя за бизнес? Покупаю и продаю металлолом. Если хотите продать или купить, давайте поторгуем. Давай поторгуем. А. Прямо в буквальном смысле он покупает и продает металлолом. А у нас, кстати, по-моему, были еще какие-то ненужные шляпы. У нас броники есть. Давайте пока с ним попрощаемся, потому что иначе я банально забуду. Во-первых, у Анжелы. А, не. У нее пистолет как раз таки получше. Надо старый револьвер продать. Либо у меня есть идея. Давайте его разберем. Разберем. Не. Разобрали. Ну что ж. Не всегда везет. У нас есть броники. Купил и не снарядил. Так. Один отправляется с Лику. И еще один броник. Пилс. У нас медик и милишник. Должны быть крепкими. Ну и в целом, конечно, мы в первую очередь снарядим своих. Пытаешься спрятаться от неприятностей, Ред? Надеюсь. Ну, окей. А, у нас два повышения, но об этом потом. Что вам нужно теперь? Что ты знаешь про Дамонту? А чего вы решили, что я хоть что-то знаю про Дамонту? Впервые слышу. Все говорят, Ред знает про Дамонту. Ладно, ладно. Слышал я про нее. Это на Востоке, только добраться туда непросто. Нужен защитный костюм, чтобы пройти через стену. А то поджаритесь, как куриные крылышки. Через какую эту стену? Ну, эту. Стена радиации, которая. Она на Востоке. Там есть слабое место к северо-востоку от тюрьмы, но все равно нужны защитные костюмы. А как найти слабое место? А вы случайно вещание безумных монахов. А вы слушаете вещание безумных монахов. Они дают координаты и ориентиры. Вот вы местные найдете. Расскажи про безумных монахов. Это такие сумасшедшие ублюдки, которые правят каньоном отсюда и до Дамонты. Они помогают проходить торговцам и по пути их охраняют. Главное их не злить, а то взорвут к чертям. Защитные костюмы. Что ты знаешь об этом? Сейчас такого рядом нет, но тут недавно из Дамонты возвращался один рейнджер, Бычевский, так вроде. А где Бычевский? Его рейнджеры арестовали и увели. Я бы искал в общей могиле. Из тех, куда вы, рейнджеры, всех сваливаете после ареста. Шучу. Заперли, наверное, в Цитаделе. Может, если попросите хорошенько, да и с тюрьмы выпустить, он вам расскажет, что знает. До свидания. Да. Да нескорого рейнджера. Ну и... Кажется... Давайте посмотрим. Так. Ред сказал нам, что Рик Бачевский, пустынный рейнджер, знает, где найти костюмы. Он арестован за самоволку. Ну, я так чувствую. Наш путь дальше лежит никуда иначе, как в Цитадель. Давайте быстренько получим повышение. Спасибо. О, у нас... А здесь что, можно атрибуты повышать? Офигеть! Мы можем повышать очки атрибутов. Пилз. Пилз, пилз, пилз. Слушайте, мне нравится удача, но... Восприятие, сила, скорость, интеллект. Интеллект. Плюс одну очко действия. Скорость. Инициатива, очки действия. О, скорость. Пилз будет быстрой. Навыки пистолета мы ей пока не можем поднять. Пока оставим их. Слик у нас как был, таким и остался. Медведица тоже пока ничего не может. Ну, как колдай. Возьми, видимо, как день-то уровень показывают. А, десятый. Возможно... Возможно, раз в десять уровней. Но тогда... Медведица, мы будем качать каризму, поскольку она у нас лидер. Это печально, поскольку это боевой персонаж. Мы довольно-таки вынуждены это делать. Ну, о-бум. Колдай стал еще точнее, еще мощнее. Что очень приятно. Энджела Дэд. Здесь тоже одну очку атрибутов. Что нам даст одна координация? Попадание. А скорость? Я бы ей, наверное, поднял силу, и она бы нам таскала всякую хрень. Э, удача. Удача у нее один. Интеллект. Стоимость, одну очку, характеристик. Интеллект ей не даст ничего. Да, давайте ей поднимем силу. И посмотрим ее навыки. Так. Да, пока что штурмовые винтовки. Ай, нет, 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 нет. Нет, 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 я не хотел. Нет, это не считается. Да, два очка наук мы ей оставили. Хорошо. Что ж. Давайте потихоньку двигаться в цитадель. Там чудесный колодец. А где, кстати, этот колодец? Наверное, мы можем еще немножко здесь осмотреться. О, фак. Нищий. Истощенный голодный человек болезненного вида смотрит невидящим взглядом в землю. Прошу вас, я голодаю, мне нужен скорпионий скраб, чтобы купить еды. У нас нет скорпионных денег, лом не подойдет? Нет. В других местах с ним можно жить как король, но тут от него прогу нет. Сайрил за еду берет только скарбом. А я за неделю работы получил три куска скарба. На еду этого не хватает. Сколько стоит еда? Триста кусков скарба за кукурузный початок. Сайрил говорит, а ты инфракция, дифракция, инфляция, не помню. Я все равно не понимаю. Единственное, что мне сейчас понятно, это урчание в животе. А чего ты еще не заработаешь? Работа нечестная. Говорят, мол, заплатят. Да, но каждый день какие-то вычеты. Вычет за прокат локпады, вычет за питьевую воду, вычет за жалкие виты, принуждение к смеху. Вот это уже, кстати, совсем ни к чему. У человека должно быть достоинство. Потому-то я и побираюсь. Ну, да. И он предлагает нам покинуть город, поскольку честному человеку здесь не выжить. А, кстати, вон она ферма Вильямса. Образцово-показательная. Давайте зайдем туда. Если мы здесь... Нет, здесь просто у нас какой-то обход, в котором лежат дохлые коровы. А, да. Что-то у меня нет ощущения, что они строят прямо-таки райский уголок. Вот совсем как-то это ощущение пропало. Так. А, во. Если вот здесь, наверное, мы пройдем по мосту. Мы же здесь можем пройти по мосту где-то, да. Вы должны в теории попасть на какую-то чудесную ферму. В лицо вам бьет запах аммиака, серы и гниющего мяса. Он вам почему-то знаком. Может, по местным вечеринкам в центре рейнджеров? Хе. Хорошие вечеринки. Пап, кто-то идиот. У фермера немного грустный вид. Будто он потерял лучшего друга. Пахнет он, надо сказать, так себе. А ну-ка, стойте, где стоите. Если вы за свиньими, то опоздали, их украли уже. Ой, минуту, так вы рейнджеры? Ты украл твоих свиней? Красные скорпионы мне сказали, что у меня нет лицензии на свиней, и всех конфисковали. Отдали их фермеру Аувертеру. У него, видать, лицензии есть. Вот бы мне кто помог их вернуть. Мне нужна помощь? Ну, если вы, могучие рейнджеры, сможете как-нибудь забрать моих свиней у крысятников-скорпионов, глядишь, я стану ненавидеть вас чуточку меньше. Их вы узнаете по клейму на спинах, УБ. И не волнуйтесь, до дома их везти не нужно. Они знают дорогу. Главное, выведите их оттуда, где их заперли эти гады, а там уж они доберутся. Кто такой фермер Аувертер? Он один из новых поселенцев, которых зазывают скорпионы. Не знаю, почему его ферма так процветает, когда мы все тут с голоду пухнем. Но говорят, что он личный друг коменданта Данфорта. Так что, может, в этом вся разгадка и есть. А что такого особенного в ферме Аувертера? Ну, с одной стороны, она вся зеленая, цветущая, скота там полно здорового, не то, что другие местные фермы. Но с другой стороны, это не столько ферма, скортка чертова плантация, парни, которые на ней работают, ей не владеют, они просто батраки. А старик Аувертер, знай себе, сидит на крылечке в кресле-качалке, да лимонад пьет. А что там с красными скорпионами? Сплюнуть не успеешь, они уже новое правило выдумали. Лицензии на свиней, налоги на фермы, торговые тарифы. Мне больше нравилось, когда грабители просто грабили. Тогда хотя бы все заканчивалось быстро. Да, мы пустынные рейнджеры. Да, я вас помню, обезьяны. Вы отсюда свалили 15 лет назад. Может, вам это было и хорошо, вот нам плохо. Особенно, когда все заняли красные скорпионы. Что ты знаешь про защитные костюмы? И вопрос, они все винят рейнджеров, но почему они не свалили вместе с ними? Могли бы вокруг цитадели обустроить какую-то, не знаю, какое-то место, там, наладить производство. Рэд когда-то предлагал мне обменять защитный костюм на хорошую свинину. Может, вы его и спросите. Что ты знаешь про Дамонту? Хотя тут недавно заходили торговцы. Я им немного свиней продал. Только чтобы туда пройти, нужны защитные костюмы. По крайней мере, так мне они сказали. Кто такой Рэд? Он старьевщик. Добывает лом, покупает, продает. Живет на козлином холме. У него только козлы и терпят. Если туда пойдете, будьте осторожнее. Там у него турели, и они у вас пюре покрошат. Чтобы войти, нужен код клиента. А ты знаешь код? Он его постоянно навиняет. Но в прошлый раз вроде было код. Код-код. Это все семейство Браунов. Ладно, оставим их в покое. А где был проход нам? А, наверное, вот сюда. Просто интересно посмотреть на эту образцово-показательную ферму. Ух ты! Там какой-то проход. Это лихорадка. Скорпионы убили нашего доктора, а лекарства в магазине компании слишком дорогие. Мой Элрой неделю назад ушел за лекарством в храм Титана, но я боюсь, что с ним что-то случилось. Пожалуйста, рейнджеры, окажите любезность, убейте меня. В комоде есть кое-какие вещи. Можете взять, только убейте меня. Ты хочешь, чтобы мы тебя убили? Пожалуйста, рейнджеры, помогите. Ай, как больно, избавьте меня от боли. Роза, будучи доктором, постаралась сделать это максимально безболезненно. А, вот он, дневник фермера, я так подозреваю, что это вот тот же... Ну да, ее муж уже не вернется, судя по всему. Боже мой, я все расскажу. Мальчишка выглядит так, будто рос в свином дерьме. Когда мой отец узнает, что вы сделали, у вас будут неприятности. Лишь, избавили ее от страданий, как она и просила. Но так же нельзя, она просто болела, ее полечить надо было. Слик. Недостаточно хитрожок. До свидания. Все, попались вы. Эти рейнджеры убили Анну. Так. Ммм, вроде ничего больше нет. Ладно. Но я так и не нашел ту самую... Там вход в пещеру, козий холм, жилища питбуля. А, черт с ними. Нас ждут в цитадели рейнджеров. И... Это место когда-нибудь мы просто чертям сожжем, когда будем покруче. Сейчас я так по ней ловить нечего. Внутри там надали люлей, надавали. Поэтому, я думаю, давайте отправляться обратно в цитадель. Так. Ммм, если не ошибаюсь, цитадель где-то здесь. Соответственно, мы попробуем. Цитадель вызывает группа ЭК-1. Ответьте. Продолжайте. Аспонял ЭК-1. Люди рядом с нашей дальней радиовышкой сказали, что и атакуют какие-то штуки. Похоже на роботов. Может, такие же синты, как ИС, убили. Вернитесь туда и попробуйте одного захватить живым. Но будьте осторожны, раз они сумели убить Эйса, ты наверняка опасный. Ясно? Ясно. Вас поняла ЭК-1. Конец связи. И я так подозреваю... Мы сумели смотаться. Так вот. Ммм, торговец. А вот с торговцем мы поговорим. И я хотел сказать, что подозреваю, что это та же радиовышка, которая была в начале. Давайте посмотрим, сможет ли она нам что-нибудь рассказать. Ничего. О, ну это та же тетушка, которая была изначально с оружием. Можем ли ей что-нибудь продать, что нам не нужно? Роза... Роза с шипом не расстанется. Аааа... Очень хочется продать ей всяческой фигни. И купить нам пистолет. Но, судя по всему, не в этой жизни. Ладно, пилц, пока постреляешь из такого, но скоро-скоро мы тебе все улучшим. Потопали в оазис. Тем более воды как раз у нас осталось чуть-чуть. Так. А! Мы не в тот оазис потопали. Но да ничего. Вот в этот оазис мы притопали. Да. Ну, и немножко до цитадели. Полагаю, что радиовышка это вот это. Ура-ура! Мы вернулись туда, откуда мне когда пошли спасать мир. Интересно, у нас есть какая-нибудь опция? Это самим насиловать козлов. Ну, хотя... Некогда мне болтать эко. У отряда Эйбл вечно дел по горло. Приятно, когда все идет по плану. Это что-то новое. Так. О! Смотрите-ка. Здесь бровый капрал. Приветствую группа Эхо. Хорошо, что вы спасли из хат-центр. Скоро они снова начнут выращивать яблоки. Тогда я испеку вам пирог. Развращением, ребята, как служба идет. Давайте поторгуем с ним. Ммм. Пять силы. Защита от радиации. Мы можем просто купить костюмы. Хотя я чувствую, что нам что-то нужно посерьезнее. Собачку мы дрессировать не будем. И у него есть 9-мм вы... Заговариваюсь уже. 9-мм патроны. Но пистолетика, к сожалению, нет. Рад вас видеть, новобранцы. Генерал сказал, что вы справились с заданием в хат-центре. И теперь становитесь настоящими рейнджерами, я так полагаю. Добро пожаловать в цитадель. Вот. Совершенно другое дело. Прошу, заходите. А, и теперь становитесь полноправными рейнджерами. Ну, я примерно так же и сказал. Что ж. Я думаю, на этом время нашего эпизода истекло. Мы успели осмотреть... Ну, отомстить за хайпул. Осмотреться у красных скорпионов и понять, что их надо вырезать. Получить по шапке, хоть это осталось за кадром. Ну, и добрались до цитадели рейнджеров в продолжении нашего квеста. Поэтому спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. И до встречи через... Дни пять. Еще раз спасибо всем. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...